Друзья, приветствую всех на канале Atomono 5. Сегодня у нас очередной день, очередной влог. Я вам уже снимаю. Начинаю снимать этот влог из Бадзульца. Почему? Потому что я сегодня немножко проспал. Сейчас-то когда я поспал, свечу. Правильно. Легу поздно чуть-чуть проспал. Бегу на поезд. Сейчас уже нахожусь в Бадзульце. Хорошо, что успею. Сейчас у меня очередной будет однообразный рабочий день с моими друзьями с бумагами, которые у меня разные. Отличаются только друга, кто друг с печатью, кто и друг без печати, кто с логотипом, кто без логотипа. То есть я общаюсь целый день с бумагами. И все на этом. Но мне это, как я сказал, очень-очень даже не нравится. Нет. Лучше работать с людьми, чем с бумагами или с какими-то людьми, метром в одиночку. Там сидит у меня коллега, конечно, погнеться, но за весь день я могу от нее услышать пару слов или что-то спросить пару раз, потому что она тоже ведет свои подсчеты. И говорить при этом, сбиваться не очень кому-то хочется, потому что все потом пересчитывать заново. Ух, эти бумаги. Они по всему. Ух, эти бумаги. Ух, эти бумаги. Субтитры создавал DimaTorzadas. Ух, эти бумаги. Лё sufка и stacking. обожился документами абсолютно везде-везде-везде и на столе и везде-везде одни документы взять писец какой-то завалили меня этими документами работа как я посчитал еще на часов 14 меня сейчас время 12 часов то есть как по идее осталось 4 с половиной часа работать еще на четыре часов то есть завтра еще целый день я буду с этим заниматься может быть завтра успею не знаю посмотрим но завтра целый день еще буду этим заниматься одни эмоции нет слов одни эмоции так ушел я на бед все хватит достаточно 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 время 12 часов поехал на автобус который вапольда может с ним прыгнуть у него и уехать вапольда и как я сказал ушел на обед это магазин если честно как я ненавижу эту работу с документами я сегодня такой челлендж да успей сделать это за 8 часов рабочих я думаю что сегодня не успею реально не успею потому что была высота этой стопки бумаг около 30 может быть даже 40 сантиметров это очень много это очень много поэтому видимо этот челлендж я сегодня просто-напросто не сделаю так чем я занимаюсь на паузе на паузе сейчас я гуляю хожу по бадзульца почему потому что надоело сидеть уже отсидел сколько получается 4 часа на работе я не люблю сидеть на одном месте это не мое буду жаловаться вам на свою рабочую обстановку потому что это действительно не мое просто не мое сейчас решил сходил уже магазин купил там кэза брочен съел все как бы я сыт и теперь пошел погуляю здесь такая здесь есть небольшая лесополоса потом выйду на велосипедную дорожку и потом вернусь обратно то есть как бы у меня еще есть минут 15-20 запасе я их использовать буду именно для прогулки смотрите какая нас красота здесь как искал здесь как лесополоса наподобие стоят такие многовековые сосны вот здесь видите корни торчат этот в прошлом году когда был ураган он ворвал деревья с корнем и сейчас они и не очень куда-то оставили пилили само дерево дерево пилили а корни остался здесь вот такая красота у там проезжие часть города подзульца здесь место где можно насладиться природой вообще классно вообще-то здесь раньше не был ни разу ни разу здесь не был да кстати очень хорошее здесь место можно так погулять отдохнуть в плане того что свежий чистый воздух хотя здесь и так он везде свежий чистый но здесь еще более чище воздух так как здесь многовековые сосна растут птички поют белки бегают я сейчас пару штук видел так что просто-напросто замечательно сейчас я выйду к воротам вайн торт так называемый и там немножко сделаю еще обзорчик здесь бадзульц на горе стоит полуразрушенный замок но если честно за все время пока я здесь нахожусь на учебе то еще ни разу не добрался на как-то остаться здесь и побывать там но я думаю что это будет лучше когда будет весна когда будет красиво потому что сверху там будет будет видно абсолютно все вот как я говорил вайн порт только я зашел с другой стороны то есть не с лицевой а задней части так как я гулял в этом небольшом лесочке вот здесь вот нет сразу что вышел и попал сюда здесь конечно все уже не так красиво как летом но все же красиво вот принципе я обошел вокруг этих воротах написано тюрингер вайн торт здесь такая бочка которые делали вино там пресс есть тоже которые раньше использовали то есть так немножко сделали экспозицию небольшую и вот эта дорога посередине это ратвэк то есть велосипедная дорога прямо проходит через вайн торт здесь городе бадзульца но кому интересно можете здесь почитать информацию сейчас поближе подойдут вайн вандер век бадзульца и здесь все полностью расписано написано сейчас я буду опускать ниже камеру и вы можете поставить на паузу и прочитать если вы умеете читать по-немецки об этом замечательном месте за недалеко от вайн торт в тюрьмин вайн торт есть парк парковая часть есть такой замечательный мостик я хочу вам когда сейчас одну дорожку довольно-таки интересную здесь по ней редко приходит на сейчас решилась пройти это очень старая дорога она ведет как раз таки к к кермо туда к нашему кафелью и здесь когда-то когда-то видимо стоял дом там сохранился фундамент ковечка сохранилась и очень старые старые здесь кирпичи то есть как бы дорожку очень старая здесь как будто когда-то стоял на дом либо это тоже было как терраса потому что там дальше есть еще подъем может быть действительно был дом то что фундамент сохранился и часть фундамента сохранился я сейчас иду тоже по старой очень старой дорожки со старыми камнями исторических мест конечно гармонию очень много он сохранил старый фундамент и там сохранился теле от наверно либо тоже фундамент а все-таки фундамент от дома видите в таком состоянии полу заброшенным и здесь стоял когда-то очень и очень давно дом я вам уже сказал в германии очень много стали старых иногда заброшенных мест где сохранились части фундамента где есть еще какие-то строения где нет каких строений но исторических мест очень и очень много даже наш городах в нашем городе апольдов подзульца очень много исторических мест все вернулся на рабочее место я ушел позже свои коллеги получается на 15 минут пробыл свою паузу 30 минут ее до сих пор нет то есть какая у нее пауза час 30 минут до сих пор итак друзья я сейчас уже нахожусь в городе апольдо и иду не домой а иду узнать сколько стоит фитнес-центр у нас буквально недавно рядом с бусбанхова открыли новый фитнес-центр и на пусть как бы расценочки нормальные сейчас пойду узнаю и уже потом скажу будет находиться или будет ходить на первом этаже так вышел я с этого фитнес-центра не так что просто как хотелось бы сначала мне назначили термин значит вот последующую неделю аж на понедельник да на понедельник в 17 часов я буду беседовать с тренером фитнес-тренером который там есть она мне предложит различные варианты расскажет все обо всем и потом если я все соглашаюсь то будет с участием этого фитнес-центра будет ходить сюда без центра народу очень много там в данный момент не могли меня взять на термин потому что там в данный момент уже забронировано все полностью до 21 часа он и сегодня сказал что 21 часа термин полностью назначен так что пользуется популярность я хотел сказать что это самая дешевая цена в городе поле то что я взял такую небольшую брошюрку цена 9,99 за неделю то есть получается 40 евро в неделю в месяц нужно будет платить это нормальная цена потому что в остальных фитнес-центрах у нас цена начинается от 60 и выше то есть это в городе польза здесь у нас маленьком городке цена от 60 и выше здесь 40 евро двадцатку дешевле уже что-то посмотрим и поговорим с этой храу и потом уже решу по поводу фитнес-центра но шаг уже сделан термин уже сделан и я планирую прям таки ходить в этом году вообще меня ожидает интересная очередь жизнь очень интересная начну ходить в фитнес-центр хочу найти подработку уже вчера нашел пару мест куда можно съездить и поговорить об этом много чего интересного происходит в моей жизни все вы это увидите если будете смотреть дальше мой канал я сейчас иду и слушаю радио Антони Тюринген и там пели такую интересную песенку что что со мной случилось у меня есть подруга Наташа из Новосибирска и мы пьем водку из бутылки очень интересную песню первый раз я не слышу я стоял смеялся но такая песня есть и только я первый раз ее услышу заходи сейчас в магазин Netto вот за мной находится для того чтобы коту купить еду потому что у кота еда закончилась вчера еще утром вечером был Ленити и вот бедный сидится вчера на утро голодный и злой злой как собака это не кто-то настоящий собак точно так что сейчас купим и убрать итак сейчас у нас уже как всегда поздний вечер и я хочу подвести итоги сегодняшнего дня может рассказать вам что не недорассказал а хотел вам сказать следующее что все-таки вчера начальница от бухгалтерии все прекрасно знала что меня не пустит на другое работу почему она сама себя сдала каким образом я вчера отдавал на подпись свою тетрадь где мы пишем что мы делаем ежедневно отдал а сегодня мне эту тетрадь прислали почты в смысле почты не в конверте ежедневно с бухгалтерии ходят забирают почту сегодня попросили меня это сделать я пошел естественно видел свою статью забрал думаю посмотрю там же не хватало подписи как раз таки начальнице с бухгалтерией так как я у них одну неделю все таки работу пару дней открываю смотрю а там ее подпись стоит думаю ну нифига себе оказывается оказывается я уже потом сам у нее выяснил я говорю а вы вчера были у нашей ответственной по нам по отцубе она сказала ну да была оказывается она вчера сбегала туда то есть я ей сказал что хочу поменять обталлинг и что мне здесь не нравится она быстренько собралась смоталась к нашей ответственной пообщалась с ней рассказала ей все и та конечно сказал мне нет нельзя Алексей это же важно будут вопросы экзамена по бухгалтерии а перед этим она мне тоже самая начальница бухгалтерия говорил что наш обталлинг очень важный у вас будут здесь вопросы по бухгалтерии и тому подобное то есть как бы оказывается вот откуда веревочка это вьется и она сама себя сдала то есть это один момент который я вам забыл рассказать так еще какой момент я вам сегодня недорассказал а по поводу обеда моей коллеги который со мной вместе сидит и я с которой точнее сижу вместе в кабинете она сегодня была на обеде вместо 30 минут как всем положено и вообще они там очень все расслабленные такие в этом плане в плане обеда целый час 15 то есть она больше чем час была на обеде как бы если нас все гоняют и не дают там отдыхать больше 5 минут лишних то для них но это только бухгалтерия вижу такое потому что сегодня начальница бухгалтерии ушла пораньше у нее там какие-то личные вопросы были она ушла короче на 40 минут раньше на 40 минут раньше она ушла и тут сразу же начали начались звонки в кабинет где я сидел с коллегой и спрашивали ну что ты домой идешь она говорит нет не могу тут у меня еще будет типа кацубе сидит работает занимается ну естественно там такая папка документов как там не заниматься вот и она уже я сижу не торопясь я жду четырех часов там 4 часа автобус первое что идет прямо самое первое на поле и смотрю она уже убрал свое рабочее место выключила компьютер это было время где то наверное без десяти выключила компьютер сходила помыла всю посуду свою там из под кофе бокал и тому подобное достала сумку положила на стол время было без пяти я сижу все эти номерки выписываю мне жена сказала выписывать надо тут уже заходит за ней коллеги спрашиваю что ты идешь домой она типа подожди подожди вот уже достала ключи от машины и сумки положил эти ключи на стол я за ней наблюдал и продолжал упорно искать номерки и переписывать их она же мне дала задание и тут время пятьдесят восемь минут и я ей говорю а могу я сегодня пораньше пойти на пять минут еще ну да 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 конечно я уже тоже собралась только я одеваю куртку она уже нет ее в кабинете уже нет она уже смоталась все и кричит мне выключи свет я говорю окей хорошо то есть таким вот образом сегодня поехал кстати на автобусе потому что в 16.03 автобус идет в Апольдо и если в такие дни когда там начальница то она отпускает на меня на 15 минут раньше я ухожу в 10-12 и быстро-быстро еле-еле успеваю на поезд так как сегодня она ушла раньше естественно все домой смотались раньше в том числе и я ну вроде все рассказал то что произошло сегодняшний за сегодняшний день если вам этот видеовлог был интересным как всегда мы что делаем ставим лайки подписываемся на канал Артамонов Лайв и после того как подпишите обязательно нажимаем на колокольчик для того чтобы самыми первыми узнавать о всех тех видео которые выходят на моем канале в данный момент мне монтируется очень интересное видео красивое красивое видео о городе Баткор потому что это действительно красивый город очень много исторических мест и я постарался по максимуму заснять все то где я был когда у нас был этот челлендж вместе с группой так что заходите тоже смотрите я прощаюсь с вами до завтра увидимся в завтрашнем видеологе всем из Бальчус и спокойной ночи субтитры 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 субтитры